Если вы покупаете смартфоны Xiaomi на Алиэкспресс, не забывайте пользоваться кэшбэк. Возвращайте часть денег со своих покупок. Подробности в описании под этим видео. Привет всем, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Андрей Ковтун. И рад вас видеть на нашем канале AndroNews, рубрика Light News. Буквально месяц назад производитель Xiaomi представил свою новинку под названием Redmi Pro. И чем же выделился этот девайс? Да тем, что это первый у данного бренда смартфон, на тыльной панели которого расположились две камеры. И сегодня компания Xiaomi представила свой очередной продукт под названием Redmi Note 4. Так вот, чем же отличается Redmi Note 4 от Redmi Pro? Произвитель Xiaomi не стал ничем нас удивлять. Все, что он сделал, это просто убрал механическую кнопку с лицевой панели, убрал камеру, убрал шлифовку с тыльной панели и убрал USB Type-C порт. Все. Ну и разумеется, модификации стало меньше. Стоимость снизилась, так как Redmi Note 4 позиционируется на класс ниже, нежели Redmi Pro. Вот, собственно говоря, и все. Если вам эта информация достаточна, вы можете взять и попросту выключить данный видос. Но если же вы жаждете больше подробностей, не переключайтесь. Пожалуй, основным отличием Redmi Note 4 от Redmi Note 3 является тот факт, что его корпус цельнометаллический. Нет пластиковых вставок, только лишь пластиковые швы. То есть, теоретически, скрипов и лифтов быть не должно, как это было в ситуации с Redmi Note 3. В верхней части тыльной панели мы видим глазок камеры, светодиодную вспышку и сканер отпечатков пальцев. Лицевая панель выполнена из стекла с применением технологии 2.5D. В нижней части лицевой панели расположились три сенсорные кнопки с подсветкой. В верхней части разговорный динамик, индикатор событий и стандартный набор датчиков. На левой боковой стороне металлический лоток, который включает в себя два слота. В один из них вы сможете установить сим-карту формата micro. Во второй сим-карту формата nano, либо карту памяти. Обоими слотами поддерживается работа в 4G сетях. Все частоты я укажу в описании под видео. На правой боковой стороне мы видим механические кнопки питания и регулировки громкости. На нижнем торце две сетки, под одной из которых спрятан микрофон, под второй внешний динамик и microUSB порт. На верхнем торце стандартный джек 3.5 мм, второй микрофон для шумоподавления и инфракрасный порт. Выпускаться новинка будет в трех цветовых решениях. Темно-сером, сером и золотистом. Вес устройства составил 175 грамм. Толщина корпуса практически 8.5 мм. По сути, то, о чем я вам и говорил. Убрали механическую кнопку, убрали шлифовку. И, по-моему, если не ошибаюсь, Redmi Note 4 стал немножечко толще. Но это только лишь на бумаге. В реальности, я думаю, что особой разницы вы не заметите. Но есть еще один момент, на котором производитель акцентировал внимание. То, что за счет верхних и нижних рамок лицевой панели, высота смартфона приблизительно такая же, как и у Meizu Pro 6, диагональ дисплея которого 5,2 дюйма. По сути, высота этого смартфона приблизительно такая же, как и у Galaxy S7 Edge. Ну да ладно, давайте-ка лучше посмотрим на техническую часть новинки. Новинка из коробки будет работать под управлением операционной системы Android версия 6.0 с предустановленной оболочкой от производителя MIUI версия 8. Диагональ дисплея смартфона составила 5,5 дюймов с матрицей IPS и разрешением Full HD. За работу аппарата ответит 10-ядерный процессор Helio X20. Смартфон будет поставляться в двух модификациях. На борту младшей будет 2 гигабайта оперативной памяти и 16 гигабайт постоянной. Старшей 3 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта постоянной. Расширить память вы сможете с помощью карт памяти microSD до 128 гигабайт. Но в этом случае вам нужно будет пожертвовать одним слотом для сим-карты. В качестве основной камеры используется сенсор на 13 мегапикселей с фазовым автофокусом и максимальным значением апертуры 2.0. В качестве фронтальной сенсор на 5 мегапикселей с максимальным значением апертуры 2.0. За автономность работы продукта ответит несъемный аккумулятор с заявленной емкостью 4100 мАч. Вот и всплыла одна из подробностей, о которой я забыл упомянуть в начале этого ролика. В качестве матрицы используется не OLED, как в Redmi Pro, а IPS. И скорее всего, слава богу, все те, кто парится по поводу своего зрения, радуйтесь. Но и есть один косяк. Во всяком случае, на мой взгляд, убрали модификацию на борту, которая 3 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта постоянной памяти. Сразу перепрыгнули на 64. Согласитесь, большинству пользователей 32 гигабайта на борту вполне достаточно. Зачем увеличивать разницу в цене? То есть стоимость младшей модификации на борту, которая 2 гигабайта оперативной памяти и 16 гигабайта постоянной памяти, составляет 139 баксов. Во всяком случае, в Поднебесной. А стоимость старшей модификации сразу 186. То есть разница в 46 долларов. Я считаю, что эта разница весомая. Зачем было делать этот невероятный скачок? Неясно. Сделали бы уже 3 модификации. Как-то так. Уверен, что так же многим пришло не по нраву то, что за работу этого смартфона отвечает процессор Helio X20. Ребят, этот чип мне так же не нравится. Он греется. Он болеет троттлингом. То есть у него масса различных проблем. Но, друзья, давайте-ка вспомним модель Redmi Note 3. Насколько она была горячей по продажам. И за ее работу отвечал процессор Helio X10. Друзья, это какая-то что ли последовательность. То есть будет Redmi Note 5. И за его работу будет отвечать процессор Helio X30. То есть линейка Redmi сама по себе бюджетная. Поэтому не стоит удивляться, что за работу устройства этой линейки отвечают чипы от компании Mediatek. Но я во всяком случае надеюсь, что в скором времени производили, представят модификацию под названием Redmi Note 4 Pro. И за работу этого смартфона будет отвечать чип Snapdragon 652. Как это было в случае с Redmi Note 3 Pro. То есть только за работу этого смартфона отвечал Snapdragon 650. Да и 650-го снапа было бы достаточно с головой. Короче, ждем и надеемся. Ну а в целом я считаю, что компания Xiaomi сегодня нам не показала ничего сверхъестественного. То есть если бы я был владельцем Xiaomi Redmi Note 3, вряд ли бы я его менял на Redmi Note 4. Потому что таких вот прям грандиозных отличий между ними нет. Где купить новинку по актуальной цене, я укажу в описании в комментариях под этим видео. Не забывайте пользоваться кэшбэк. Возвращайте часть денег со своих покупок. Ставим лайки те, кому понравился представленный смартфон. И все те, кому он не понравился. И те, кто верит, что компания Xiaomi все-таки станет на путь истинный. И продолжит нас и дальше радовать своими новинками. Как это было в 2015 году. Хочешь увидеть полный обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 4, подписывайся на наш канал в YouTube. Интересуешься китайской электроникой и электроникой в принципе, добавляйся в наш паблик в ВКонтакте и заходи на наш сайт andronews.com. Также всем рекомендую заглянуть на мою страницу в Instagram. С вами был, как всегда, я, Андрей Ковтун. Специально для Andronews. Да пребудет с вами Android. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok